Доклад – это мой, и я с удовольствием начинаю разговор о принципах лечения пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Позвольте начать с того, что проблема ишемической болезни остается невероятно актуальной, даже несмотря на то, что в последнее время, в общем, имеются довольно эффективные методики лечения сердечно-сосудистых событий в рамке коронарной болезни, а также отработаны многие вопросы, связанные и с медикаментозной коронаркой. И все же, опять-таки, обращу ваше внимание на то, что значение ишемической болезни сердца для нас огромное, а в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности занимает ишемическая болезнь, к сожалению, основное место и большую долю смертей забирает. Хочу напомнить всем присутствующим, что имеются новые рекомендации, европейские и сейчас уже и российские, где предложены новые подходы вообще к определению хронической коронарной болезни, да, или хронической ишемической болезни сердца. Мы теперь имеем как бы острые коронарные синдромы, которые уже давно использованы, этот термин, и мы хорошо понимаем, о чем идет речь, но сегодня выделяют еще и так называемые хронические коронарные синдромы. Предлагается шесть вариантов. Тоже эти пациенты вот с такой картиной достаточно нам известны, хорошо знакомы. Это пациенты, которые, с одной стороны, требуют верификации диагноза, здесь же есть пациенты, у которых уже верифицирован диагноз, диагноз, длительность течения может быть разной и, соответственно, может быть перенесен острый коронарный синдром или нет, и может быть или не быть ревоскулеридат. Хотелось также обратить ваше внимание на две последние позиции, то есть мы сохраняем, так скажем, понятие вазоспластической стенокардии, микрососудистого поражения. И вот в последних рекомендациях тоже предложен довольно интересный подход к объединению этих форм под названием неабструктивная коронарная болезнь или неабструктивная ишемическая болезнь сердца. Ну и, кроме того, есть пациенты, у которых нет вообще никаких симптомов, а имеются изменения, которые, в общем, мы трактуем как коронарная болезнь. Теперь пользование этими, этой классификацией вполне как бы обоснованно. Еще хочу сказать о том, что, конечно, вот эта пара, да, сочетание ишемической болезни сердца и артериальная гипертензия, это очень часто встречающаяся ситуация, видите, 80% пациентов с ишемической болезнью сердца имеют гипертонию. И хотя это результаты такого вот регистра РИЧ 2006 года, но он продолжается, как вы знаете, и, в принципе, отличий почти нет. Еще, что тоже важно, вот посмотрите, пациенты с ишемической болезнью сердца в большинстве своей имеют неконтролируемую артериальную гипертонию, что, собственно говоря, свидетельствует о том, что наши действия по отношению к этим пациентам возможно недостаточно, так скажем, продуманные или адекватные, или имеются какие-то препятствия для того, чтобы артериальная гипертензия у этих пациентов контролировалась. Я хочу только напомнить, что вот в последних рекомендациях о артериальной гипертензии даже, даже, посмотрите, предлагается, не говорится о том, что это, конечно, обязательно, но все-таки предлагается рассмотреть медикаментозную терапию. Посмотрите, у пациентов, особенно с ишемической болезнью сердца, еще на этапе, когда у наших больных высокое нормальное давление, и даже еще нет критериев артериальной гипертензии. Это важное обстоятельство, и думаю, что мы должны прислушиваться к этим рекомендациям. Теперь относительно того, какие же целевые значения должны быть уровней давления, если артериальная гипертензия сочетается с ишемической болезнью сердца. Здесь принцип такой. Речь идет о разделении в основном по возрасту. И если пациенты моложе 60 лет, то желательно достигать целевых цифр 130 и 80, и, по сути, ниже этих цифр будет при детстве результат нашего лечения. Ну, естественно, если переносимость хорошая. Но диастолическое давление не должно быть ниже 70, а систолическое ниже 120. Итак, у нас есть такие замечательные путеводные указатели. И также у нас есть алгоритмы. Вот посмотрите, это алгоритм медикаментозной терапии неосложненной гипертонии. Приветствуются фиксированные комбинации. А состав этой комбинированной терапии, которая, конечно, больным с артериальной гипертензией, безусловно, должна назначаться. Никаких вариантов монотерапии даже быть не может этого разговора. Должен состав быть следующим. Это должны быть блокаторы ренино-ангиотензима-альгостероновой системы в комбинации с антагонистом кальция или диуретикой. Но существует и отдельный алгоритм медикаментозной терапии при гипертонии и ВС. И вот обратите внимание, на первое место все-таки в этой ситуации выходит комбинация блокаторов ренино-ангиотензимовой системы с антагонистом кальция, но добавляется еще другой вариант возможный – комбинация блокаторов ренино-ангиотензимовой системы с бета-блокатором. То есть все-таки алгоритм при ИБС немного отличается от того, что мы имеем вообще при неотложненной гипертонии. Теперь о том, как такие решения по лечению прописаны уже теперь не в рекомендациях по артериальной гипертонии, а в рекомендациях по хроническим коронарным синдромам. Я вот обращаю ваше внимание на то, что сохранен тот принцип, который еще был в 2013 году в рекомендациях, а именно все препараты как бы разделены на группы, которые улучшают прогноз и предотвращают сердечно-сосудистые события, и препараты, которые относятся к препаратам, влияющим на качество жизни, антиишемизм. Для улучшения прогноза используем блокаторы ренино-ангиотензимовой системы, статины, антитромбоцитарную терапию. И вот это новое, по сути, в этой части появляется бета-блокатор. До этого они только были, так скажем, представлены в группе, влияющих на качество жизни. Итак, блокатор ренино-ангиотензимовой системы и преимущество все-таки у ингибитора ППР. Если говорить об ишемической болезни сердца и о сердечной недостаточности, то все-таки абсолютного правильства ингибиторов и сортанов здесь пока не достигнуто. Хотя, конечно, уже много исследований было свидетельствующих и об эффективности сортанов. Все же ингибиторы АПФ как бы на первом месте, и я думаю, что их назначение вам известно, да, хорошо, что они очень положительно влияют и на состояние пациентов, и самое главное, на прогноз. Вопрос в выборе ингибитора АПФ. И здесь требуются некоторые моменты учитывать, которые, собственно, отражают особенности препарата. И еще хочу сказать, что вот наибольшее, так скажем, органопротективное действие оказывают препараты, имеющие непосредственно и мощное влияние на тканевую раненом биотензиновой системы. А это не все ингибиторы, и, в общем, многочисленными исследованиями это было доказано. Поэтому хочу привлечь ваше внимание к препарату Закардис, Феноприву. Это очень своеобразная молекула, содержащая как бы все, что необходимо для ингибирования АПФ, но при этом еще и гидрильную группу. И это оказывает очень такой серьезный, вспомогательный, специальный положительный эффект на соответствующие реакции, на ангио- и кардиопротекцию. Вы видите, эти эффекты здесь перечислены. Думаю, что вы вполне знакомы с этим препаратом. Лишний раз хочу показать, что вот эта высокая лепатильность – это, в общем, подтверждение, конечно, того, что имеется блокада именно тканевого, мы можем быть в этом случае уверены, тканевого АПФ. Подтверждение этому есть, в общем, во многих исследованиях. Обратите внимание, это пациенты с ишемической болезнью сердца, в данном случае с острым инфарктом миокарда. И, соответственно, кардиопротектизная роль доказана для больных после острого инфаркта, после острого коронарного синдрома. Ну вот, мы с вами видели, что хронические коронарные синдромы сегодня включают пациентов вот после инфаркта миокарда со стабильным течением. Вообще вот эта программа, смайл, особенно она ценна тем, чтобы проводились сравнения с ромеприлом. А ромеприл, как известно, является, в общем, препаратом, таким одним из наиболее признаваемых в мире и эффективным ингибитором АПФ. Ну и вот, как вы видите, в этих исследованиях и сравнении с ромеприлом, зафиноприл показал очень хорошие результаты. И таким образом мы имеем доказательства эффективности. Хочу напомнить, что все-таки стремиться мы должны, конечно, к использованию фиксированных комбинаций. Ну и, как вы видели, у больных с ишемической болезнью сердца, с хроническими коронарными синдромами, очень рекомендуемой комбинацией является комбинация ингибитора, например, АПФ или сартана с антагонистом кальция, все-таки вот не с диуретиком в этой ситуации, а именно с антагонистом кальция. Ну и вот появилась у нас такая новая комбинация, очень интересная. Это комбинация АПФ с леркани-депилом. И хочу просто напомнить, что несмотря на то, что анлодепин имеет самый большой период полововедения, леркани-депил ничуть не уступает ему в продолжительности действия. Однако там просто другой немножко механизм задействован, в результате которого идет градуированное воспопождение из тканей, захватывающих леркани-депил, что создает возможности для длительной терапии пациентов. И мы даем хорошие, в общем, эффекты на протяжении суток и боли. Ну, теперь об этаблокаторах, позвольте сказать, несколько слов. И здесь у нас возможности, как вы видели, имеются. И прежде всего хотелось бы вам сказать, что гиперсимпатикатония является, ну так скажем, совершенно понятным механизмом, который запускает и реализует и гипертонию, и коронарные проявления, коронарную болезнь, и шимическую болезнь сердца, и даже осложнение, да, даже осложнение этой коронарной болезни, и то находится, в общем, под влиянием активности симпатической нервной системы. Хочу сразу сказать, что бета-блокаторы рекомендуется, это записано у нас, это основной класс все-таки, но они активно рекомендуются, каким пациентам с гипертонией, у которых есть разные формы ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность или для контроля честности. Что, в общем, разумно и понятно, потому что эти препараты могут иметь, оказывать как антиишемическое действие, да, вот входят в алгоритмы лечения больных с хроническими коронарными синдромами, вот антиишемическими, но эти препараты, я уже упомянула, бета-блокаторы, собственно говоря, сегодня являются и препаратами, которые рекомендуются для улучшения прогноза, и прописанная информация в этом плане очень четкая всем пациентам, имеющих те или иные виды левожелудочкой дисфункции, да, или даже сердечные недостаточности, ну и у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, конечно, таких больных у нас много. Таким образом, с помощью бета-блокаторов мы можем влиять и на риски, и на прогноз пациентов, и, соответственно, они способны снижать риск сердечно-сосудистой смерти у пациентов вот с хроническими коронарными синдромами. Это очень важный момент, поскольку иначе наши действия будут, если не будет влияния на конечные точки, не очень такими обоснованными. Ну и, наконец, вот в ситуациях, например, вторичной профилактики, уже после перенесенного инфаркта миокарда, и когда мы назначаем довольно быстро, даже после этого события, мы знаем, что снижение смертности достижимо. Но вот с особым интересом нас мы приветствуем вот такие бета-селективные препараты и без собственной симпатоминетической активности. Я бы хотела показать вам препарат, напомнить о существовании такого препарата, как ни билет, ни бивалол, и это замечательный препарат, который дает очень небольшое число каких-то побочных явлений, и самое главное, он один из наиболее селективных и не обладает внутренней симпатоминетической активности, то есть полностью подходит для наших пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной дипертензией. Имеет своеобразные тоже, так же, вот как я говорила о зафенаприле, имеет дополнительные некоторые свойства, очень интересные, связанные с оксидом азота. И, в общем, высокий процент пациентов, отвечающих на лечение, в этом смысле просто отражает эффективность этого бета-блокатора. Но все-таки еще раз хочу вернуться к антишемической терапии, для которой использование бета-блокаторов и антагонистов кальция – это очень такой правильный путь, потому что это препараты первой линии. Однако есть и препараты второй линии – это ивабродин, микорандил, триметазидин. И я бы хотела особо остановиться на ранолазине, хотя, конечно, это не имеет никакого отношения с опско-картериальной гипертонией, но вот обратите внимание, ранолазин может стать препаратом первой линии. У кого? У пациентов с ИБС, с низкой ЧСС и низким артериальным давлением. Кроме того, вчера в рамках Евразийского конгресса был очень интересный симпозиум, который касался вопросов не обструктивной ишемической болезни сердца, и у женщин в том числе. И вот новые рекомендации европейские активно рекомендуют в качестве не использовать бета-блокаторы у таких больных, а в качестве препаратов для терапии первой линии использовать ранолазин и некоторые другие препараты. Ну и последнее, что, собственно, может, по сути, только вот как бы иллюстрировать то, что я сказала в отношении рамолазина. Обратите внимание, это достаточно такой интерес к этому препарату, который проявляется. Видите, больше даже других многих препаратов. Вот и второй линии, и даже первой. Ну и самое главное, есть несколько очень интересных исследований, которым хотелось бы присмотреться. Это исследование по качеству жизни при использовании ранолазина по его антиишемическому эффекту и по влиянию на тяжесть стенокардии. И вот одно из последних исследований это применение ранолазина в терапии стабильной стенокардии также очень впечатляет, потому что сдемонстрирует возможности использования этого препарата и в комбинации с препаратами первой линии и самостоятельно для некоторых видов ишемической болезни сердца. Благодарю вас за внимание. Это все, что я хотела сказать.